МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Взаимовыручка на дороге. В Абакане загоревшийся автомобиль спас проезжавший немоводитель. Пожар в Казани. Горел торговый центр «Адмирал». Одни спасали, другие снимали. Женщины за рулем не перестают восхищать, удивлять, раздражать, а иногда и пугать. Безусловным лидером по просмотрам на этой неделе стал трейлер к документальному фильму «Крым. Путь на родину» Андрея Кондрашова. Премьера состоится 16 марта на нашем канале «Россия-1». Минутный анонс фильма о возвращении Крыма в Россию за четыре дня посмотрели около двух миллионов человек. Скорее всего, сам фильм посмотрят в разы больше. Заявленная тема разделила интернет-пользователей на два непримиримых лагеря. Особо категоричным в своих высказываниях оказался небезызвестный украинский политик. Арсений Яценюк заявил, что этот трейлер он отправит в Гаагский суд, где будет использовать как доказательство незаконных действий России. Самым заметным происшествием на этой неделе стал пожар в торговом центре в Казани. Есть погибшие и пострадавшие. На многочисленных видеоматериалах с места происшествия видно, что в тушении пожара принимали участие и сами продавцы. Спасали товар и бизнес. По словам очевидцев, люди буквально бросались в горячее здание, пытаясь вынести свое имущество. Владелец торгового центра утверждает, что в его адрес регулярно звучали угрозы, в том числе и о поджоге. Следственные органы рассматривают несколько версий основная электротехническая неисправность. Следующий видеоролик был снят одним из водителей Абакана. Мужчина стал свидетелем пожара на проезжей части. Он не растерялся и вовремя пришел на помощь. Сегодня интересный случай произошел на дороге со мной. Вернее, не со мной, а с одним из автолюбителей. Смотрите дальше видео, поступайте так же. И тяжелый момент вам помогут. На видео видно, что из-под капота автомобиля идет густой дым и уже через секунду мотор охвачен открытым пламенем. Владелец горевшей легковушки или растерялся, или у него попросту не оказалось огнетушителя. С возгоранием справился проезжавший мимо неравнодушный водитель, автор данного ролика. Российские мужчины могут вздохнуть спокойно. 8 марта позади. Вопросы, что подарить, чем угостить и как удивить, были актуальны для каждого кавалера. Вот как решили вышеперечисленные трудности лица без определенного места жительства. 30-секундный ролик посмотрели около 100 тысяч пользователей. Я хочу обратиться небольшой, чисто по-человечески. Вот сейчас для проведения культурных мероприятий в коллективе с участием дам. В общей сложности не хватает всего 37 рублей. Не такие деньги, чтобы я мог разбогатеть. Но в данный момент они необходимы для всего веселого и дружного коллектива. Ораторские способности мужчины вызвали всеобщее восхищение. Интернет-пользователи предположили, что бомж, скорее всего, бывший филолог или директор телевидения. И отказать такому просителю невозможно. А такой видеоподарок сделали для своей мамы, папа и сын. Музыкальную композицию с говорящим названием «Пока мамы нет дома» за пару дней посмотрели более миллиона человек. В Международный женский день интернет-пространство пополнилось новыми репортажами о женщинах за рулем. Среди шедевров видеоматериал «Девушка, ответьте». Ситуация довольно банальна. Одна дама перекрыла дорогу другой даме. Вежливые просьбы освободить проезжую часть. Владелица «Шевроле» просто игнорировала и болтала по телефону, а затем заявила, что она не умеет сдавать назад. Знак «Вить»? Какой знак? Вот, у меня «Зад» назад. Я сдавать не умею. Все. А у вас есть права? Есть. Ну, значит, вы научились. Девушка, ответьте, пожалуйста. В конце репортажа «Автоледи» окончательно расссорились и даже немного подрались. Чем закончилась сама история, неизвестно. А здесь налицо еще одна проблема начинающих женщин-водителей. Но не чувствуют дамы габаритов своего авто. Особенно трудно даются прекрасной половине человечества различные маневры типа парковка или разворот. Ну, а здесь дамам просто не повезло. В один миг испортили сразу две своих машины. Одна из них для стирки белья. Весна – время, когда практически каждая из женщин задумывается о том, что пора прекратить бездумно поглощать калории и неплохо бы записаться в спортзал. И если с диетой вопрос решить достаточно просто, то занятия спортом многие отодвигают, ссылаясь на отсутствие средств и времени. Для таких занятий – следующий видеоролик. Видео посмотрели около 300 тысяч человек. Спортивная мама с малышом собрала кучу лайков и положительных отзывов. Мужчины, кстати, также доказали, что полноценное занятие спортом вполне возможно, не выходя из дома и даже не вставая с дивана. Живут, как кошка с собакой. Выражение носит негативную окраску, но только не в нашей программе. Этот видеоролик нам прислала Марина из Абакана. Ее четвероногие питомцы живут в полной гармонии. А у этого зверя с воспитанием явно проблемы, но зато количество просмотров уже подбирается к полумиллиону. Просто панды – настолько милые и безобидные существа, что даже их жадность только умиляет. Пьяная белка устроила пляски под окнами частного дома. Зверек решил полакомиться подмороженными яблоками, а они уже, скорее всего, забродили. Иначе как объяснить такое неадекватное поведение животного? Расстояние, которое трезвая белка преодолела бы за пару секунд, пьяная белка не смогла одолеть и за две минуты. Зверек то прыгал на одном месте, то падал в сугроб, тем самым изрядно повеселив свидетелей алкогольного приключения грызуна. На этом пока все. Мы ждем ваши видеоматериалы на нашей электронной почте и на нашем сайте. Пожалуйста, не забывайте оставлять свои контакты. Кроме того, присоединяйтесь к группе «Мобильный репортер Хакасия» во всех популярных социальных сетях. Смотрите нас каждую субботу на канале «Россия-1» в 10.50 и на канале «Россия-24» в 19.30. С вами был Константин Кравцов. Увидимся.